Приветствую всех на канале Татьяна Темис. Юридические новости, обзор законодательства, законопроекты и судебная практика. Итак, в Госдуме предложили оплачивать женщинам отказ от аборта. Депутат Единоросс Хамзаев выступил с инициативой выплачивать деньги женщинам, если они откажутся делать аборт. Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка, вместо ранее принятого решения сделать аборт с последующей передачей ребенка на воспитание государству. Такое предложение направлено на рассмотрение вице-премьеру Голиковой. В настоящее время в Государственной Думе рассматривают предложение по изменению статьи 56 об искусственном прерывании беременности из закона об основах охраны здоровья. Почему с 1 января 2024 года подражают электричество? Стоимость электричества для бизнеса значительно превышает его стоимость для населения. Чтобы регионы перестали перекладывать всю ношу за электричество на бизнес, с 2021 года разрешено вводить дифференцированные тарифы. Однако такие тарифы появились только в одном регионе – Кемеровской области, да и там пересматривались трижды. Во всех остальных субъектах бизнес продолжает оплачивать электричество за граждан. В некоторых регионах тарифы для предприятий превышают тарифы для населения в четыре раза. Чтобы снизить такую нагрузку на бизнес, правительство 1 января 2024 года заставит регионы вводить дифференцированные тарифы на электричество для населения. Далее. Юридические тонкости. Случаи из судебной практики. Пока в одной квартире работала стиральная машина, квартиру снизу затопило. Продекла вода из машины. Но виновница аварии выплатила соседке лишь 3000 рублей за просушку натяжных потолков, удаление воды из квартиры. Остальной ремонт, по ее мнению, не требовался. Потерпевший обратился в суд, требуя взыскать собственников в верхней квартире 49 тысяч рублей сумма причиненного ущерба, 31 тысячу стоимость услуг представителя и 1,6 тысячи расходы по оплате госпошлины. После проведения экспертиз заявленная сумма ущерба подтвердилась и суд полностью удовлетворил требования истца. Редкий случай, когда сумму представительских услуг не уменьшили. Апелляция оставила решение в силе, поэтому ответчикам придется теперь выплатить соседке почти двойную стоимость ремонта. Пресс-служба Свердловского областного суда 3 ноября 2023 года. С 3 ноября действуют новые правила внесудебного банкротства граждан. Инициировать процедуру банкротства через МФЦ можно теперь при сумме долга от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Подать заявление о банкротстве могут в том числе граждане, у которых единственным доходом является пенсия. А также получатели пособия по уходу за ребенком и те, кто числится должниками по исполнительному производству в течение 7 более лет. К заявлению о признании банкротом нужно приложить справки, которые подтверждают соблюдение условий для внесудебного банкротства. Они должны быть выданы не ранее, чем за 3 месяца до обращения гражданина. С 1 июля 2024 года все необходимые сведения будут подтверждаться автоматически, то есть справки не потребуются. Повторно подать заявление о банкротстве можно через 5 лет, а раньше было 10 лет. Если вы желаете поддержать мой канал, ссылка в описании. Заранее всем благодарна. На работающих пенсионеров закон накладывает немало ограничений. Это не только лишение их ежегодной индексации пенсии. Если гражданин устроился на работу, то некоторые виды пенсии ему получать вообще запрещено. Это досрочная страховая пенсия по старости, которая была назначена по направлению из Центра занятости населения. Это страховая пенсия по случаю потери кормильца, назначенная трудоспособному супругу, ухаживающему за детьми до 14 лет. И социальная пенсия по старости, которая назначается, когда не набирается стажей и баллов для страховой пенсии. Закон обязывает граждан, получающих такие пенсии, сообщать о своем трудоустройстве. Социальный фонд России, иначе им грозит судебный иск. Далее. Гарант новостей законодательства. С 1 июня 2024 года некоммерческие организации будут освобождены от обязанностей иметь печать. Закон принят с учетом современной тенденции расширения сферы применения электронного документа оборота и призван сократить издержки некоммерческих организаций на изготовление печатей. В УПК РФ уточнили, что понимается под преступлениями, совершенными в связи с предпринимательской деятельностью. Поправки внесены в статью 5 Уголовно-профессуального кодекса Российской Федерации. НДФЛ с процентов по вкладам предлагается увеличить базу для вычета до 5 миллионов рублей. По мнению разработчиков, увеличение суммы будет способствовать поддержке граждан в текущей социально-экономической ситуации, а также обеспечит более справедливые налогообложения. На портале Госуслуг появилась возможность проверить подлинность и действительность паспорта. Проверка осуществляется по серии, номеру паспорта и указанным в документе фамилии и имени. Далее, имущества, купленные по соцконтракту, защитят от взыскания. Соответствующий закон и проект принят в первом чтении. Согласно документу, перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, включат то, что куплено на деньги от государственной помощи, в том числе соцконтракта. Сами средства, полученные по социальному контракту, уже защищены действующим законодательством. Напомним, соцконтракт – это помощь от государства, получая которую человек берет на себя определенные обязательства. Например, найти работу, пройти обучение или открыть свое дело. В итоге у человека должен появиться стабильный источник заработка. Получают эту поддержку малоимущие граждане, у которых доходы ниже нерегионального прожиточного минимума. Обязательства погибшего участника СВО поручителя по кредиту не будут переходить на его семью. Государственная дума приняла в первом чтении закон и проект о прекращении обязательств по договорам поручительства заключенным с участниками специальной военной операции в случае гибели или тяжелого ранения. Как отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, в настоящее время кредитные обязательства по таким договорам в случае гибели участника СВО переходит к его близким – супруге, родителям или детям. Для семьи, потерявшей кормильца, такой долг становится непосильной ношей. Принятый в первом чтении закон и проект прекращает обязательства военнослужащего, вытекающие из договоров поручительства в случае его гибели или признания инвалидом первой группы, сказал Вячеслав Володин. Напомним, ранее Государственная дума уже приняла закон о списании долгов по кредитам в случае гибели участника СВО или получения инвалидности первой группы. А если вы хотите поддержать мой канал, ссылка в описании. Всем заранее благодарна. Спасибо всем за внимание. До следующих встреч. Будем всегда на связи.